Идеальное место для крепости. Обрывистый берег в районе Малой Бухты. Он поворачивает на 90 градусов. Почти отвесный склон продолжали стены. С двух сторон крепость была практически неприступна. После заката Боспорского царства на месте когда-то процветавшего города Горгиппе образовалось своеобразное захолустье цивилизации, пока в 14 веке здесь не построили крепость Генуэзцы. Это была одна из крайних точек их экспансии. Уже столетия спустя набиравшая мощь Османская империя захватила крепость в буквальном смысле по пути. В 18 веке, когда Российская империя заявила о своих интересах в Северном Причерноморье, здесь появился мощный форпост, из которого поддерживался искусственный хаос в Кубанских степях и предгорьях Кавказа. Наступила эпоха русско-турецких войн. 190 лет назад, через несколько дней, это 12 июня, российский флаг взвился над крепостными стенами турецкой, когда еще, крепости Анапска. Школьникам из станицы Анапска рассказывают о шести походах на крепость. В 1788 году стояла задача отвлечь противника от Крыма. Первый поход стал чем-то вроде разведки боем. На крепость посмотрели вблизи, прикинули мощь артиллерии, разведали дороги. Два года спустя генералу-поручику Юрию Бибикову захотелось, как пишут современники, славы, да и денег тоже. Узнав о неподготовленном походе, императрица Екатерина II предположила, что он, Бибиков, с ума сошел, держа людей 40 дней на воде, почти без хлеба, и учредила специальную медаль за верность. Это интересно, что медаль единственной в мире не за викторию, не за победу, практически за поражение и за отступление, но сохранил при этом честь и достоинство русского воинства. Генерал Бибиков привел сюда не совсем сильный корпус и не совсем в удачное время. Во-первых, он немножко прозевал в первый момент, когда можно было турок потеснить, а на следующий день-два ударили такие сильнейшие морозы, полторы тысячи лошадей пали. Мы остались без конницы, а потом начали отходить, а потом оттепели. И из этого похода, в принципе, чуть ли не каждый третий воин наш был либо убит от черкесских пуль, которые преследовали, либо погиб от холода, от морозов. Через год после суда и отставки Бибикова, кубанские и кавказские казачьи корпуса под командованием генерала-поручика Ивана Гудовича взяли крепость штурмом, разобрали или сожгли все постройки и укрепления. По итогам Ясского мирного договора территорию вернули Османской империи, и крепость восстановили. Весной 1807 года, в ходе уже очередной русско-турецкой войны, крепостью владели десантники Черноморской эскадры. Уничтожив за шесть дней все, что можно, захватив с собой трофейное оружие, они ушли, а еще через пару лет крепость сдалась почти без боя после высадки десанта. В 1812 году Анапу вновь вернули Турции. Летом 1828 года, в ходе уже очередной русско-турецкой войны, крепость перешла под контроль Российской империи. При этом штурме проявился талант, командный талант нашего знаменитого атамана Бескровного. Как раз именно при шестом штурме прекрасно работал флот под командованием вице-адмирала Грейка. Было очень хорошо продумано, продуман этот штурм. По итогам Адрианопольского мирного договора к Российской империи отошли. Восточное и Северное Причерноморье – часть территорий современных Армении и Грузии. Турция признала автономию Сербии, Молдавии, Валахии и Греции. Через 70 лет Анапа из зоны боевых действий превратилась в Черноморский курорт, а ворота крепости, названные русскими, остались памятником всем, кто погиб здесь за десятилетия почти непрерывных войн. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.